Сегодня Хавейл является самой популярной поднебесной маркой из тех, что представлены в России. За период с января по сентябрь компания реализовала в нашей стране более 11 тысяч автомобилей. План на 2020 год – достичь показателей в 15 тысяч единиц, увеличив продажи на 65%. А к 2025 году китайцы намерены выдавать клиентам уже по 150 тысяч машин ежегодно. Воплощению столь амбициозного замысла способствует серьезное обновление модельной линейки. Мы хотим удовлетворить потребности всех клиентов, которые покупают кроссоверы и внедорожники. Так что вы можете предположить, в каком именно направлении мы собираемся развиваться. Единственное, что я могу вам рассказать – в ближайшие три года мы запустим как минимум пять новых продуктов. Одной из таких новинок станет кроссовер HVL H6, третьего поколения, замеченный недавно на конвейере тульского завода. Но прежде, уже во второй половине октября, на рынок под материнской маркой Great Wall выйдет пикап Wingle 7. Российская сборка ему пока что не светит, но свою нишу модель занять должна. Wingle оказался дороже уазовского пикапа, но заметно дешевле одноклассников иномарок. К слову, в обойме компании Great Wall есть еще парочка брендов. Это премиальная марка V, а также электромобили ORA. Пока их не планируют предлагать россиянам. Но кто знает, что случится через год-другой. Зато через два года HVL откроет в России еще один завод, где будут производить моторы, коробки передач и электронные блоки управления двигателями. Это одно из условий специального инвестиционного контракта, который компания подписала в сентябре. К слову, HVL стал первым китайским автостроителем, заключившим спик с российскими властями. Производство двигателей – это часть наших обязательств по специальному инвестиционному контракту. К тому же для нас это будет фантастической поддержкой в плане увеличения уровня локализации в России. Но, к сожалению, я пока не могу раскрыть, какие именно моторы мы собираемся выпускать на новом заводе, потому что это – часть нашего конкурентного предложения. Ожидается, что на новом предприятии наладят производство моторов для бестселлеров HVL – кроссовера F7 и его купеобразной версии F7X. Обе модели выпускаются под тулой и оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра. Продолжение следует...